Господи, дай мне с душевным спокойствием встретить все, что принесет мне наступающий день. Дай мне всецело предаться воле Твоей, Святой. На всякий час сего дня во всем наставь и поддержи меня. Какие бы я не получал известия в течение дня, научи меня принять их со спокойной душою и твердым убеждением, что на все святая воля Твоя. Во всех словах и делах моих руководи моими мыслями и чувствами. Во всех непредвиденных случаях не дай мне забыть, что все неспослано Тобой. Научи меня прямо и разумно действовать с каждым членом семьи моей, никого не смущая и не огорчая. Господи, дай мне силу перенести утомление наступающего дня и все события в течение дня. Руководи моею волею и научи меня молиться, верить, надеяться, терпеть, прощать и любить. Аминь. Аминь. Мир вам и радость от Господа! Сегодня Седмица II по Пасхе, день постный. С праздником святителя Афанасия Великого, архиепископа Александрийского, перенесением мощей благоверных князей российских Бориса и Глеба во святом крещении Романа и Давида. С днем памяти святителя Афанасия, патриарха Цареградского, лубинского чудотворца, обретением мощей преподобного Афанасия Сяндемского, мучеников Еспера, Зои и Чатых, Кириака и Феодула, благоверного и равноапостольного царя Бориса во святом крещении Михаила, принявшего крещение со своим народом в IX веке. Иконы Божией Матери Путивольская и всех чтимых святых сегодняшнего дня. Иисус же говорит им, «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». И еще более искали убить Его иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу. На это Иисус сказал, «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную, и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Иисус же говорил им, «Отец Мой доныне делает, и Я делаю». По-видимому, иудеи приступили в храме со своими обвинениями к самому Христу, указывая Ему на слова Моисея о почитании субботы. Против таких доказательств Господь говорит иудеям, что они неправильно представляют себе покой, который наступил для Бога с окончанием делотворения мира, покой, о котором сообщил Моисей. Суббота Божия стала для Бога успокоением только от делотворения, а заниматься делом промышления о сотворенном мире Бог не переставал никогда. А отсюда следовало, что и тот покой, который по требованию закона Моисеева евреи должны были сохранять в субботу, состоял вовсе не в полном прекращении всякой деятельности, а только в некоторой перемене обычных занятий человека на другие, которые вовсе не представляют для человека чего-нибудь трудного, а скорее содействуют обновлению его сил. К таким делам, не входящим в круг обычных дел, относит Христос и совершенное им в субботу исцеление. Значит, его несправедливо обвиняют в нарушении заповеди Божией. Но при этом Христос свое право делать дела в субботу основывает еще на особом отношении, в каком он стоит к Отцу. Он называет Бога своим Отцом в прямом смысле этого слова. Он говорит «Отец мой», а не «Отец наш». Как имеющий одну природу с Богом, Христос и поступает так же свободно, как Бог. И еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцем своим называл Бога, делая себя равным Богу. Иудеи хорошо поняли слова Христа и обвиняли его не только в нарушении субботы, но и в богохульстве. И Господь не сказал, что они неправильно понимают его слова о его божеском достоинстве. Напротив, далее он подтверждает правильность их понимания. Святитель Иоанн Златоуст. На это Иисус сказал «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить Сам от Себя, если не увидит Отца Творящего, ибо что творит Он, то и Сын творит так же». С 19 по 47 стих идет речь Господа, в которой Он говорит о своем отношении к Отцу. Прежде всего, Господь устанавливает тот факт, что Сын творит только то, что открывает Ему любящий Его Отец, и даже как и Отец, воскрешает и оживляет мертвых и совершает суд над миром. Затем, так как иудеи могли обвинить Христа в самопревозношении, то Христос указывает на свидетельство о Нем со стороны Его Отца, свидетельство, состоящее в делах, какие совершил Христос в силу данной Ему Отцом власти, а также на предуказания, которые даны о Христе в Священном Писании. Защищая себя от обвинения иудеев, Христос с особой силой, для этого Он дважды повторяет слово «истинно», подтверждает мысль, что Он, как Сын Божий, может поступать только так, как поступает Его Отец. Подобно тому, как Сын простого человека видит все, что делает Его Отец и присматривается к деятельности Отца, так и Христос проникает во все тайны Божественного делания и, как Сын, не может делать ничего противного Отцу, ничего чуждого Ему, ничего несообразного, а это еще более показывает между ними равенство и совершенное согласие. Святитель Иоанн Златоуст. Вместе с этим Господь указывает и на Свою зависимость, как Мессии от Отца. Он не может творить Сам от Себя во все дни пребывания Своего на земле. Эта же мысль выражена и в последних словах стиха «Сын творит так же». Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам, и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. То обстоятельство, что инициатива во всех делах Сына принадлежит Отцу, нисколько не унижает Сына. Напротив, в этом сказывается величайшая любовь Отца к Сыну. Отец настолько любит Своего Сына, что показывает Ему все, что Сам делает. Христос таким образом, постоянно, а не только временно, как бывало с пророками, пребывает в теснейшем общении с Богом. Пред взором Христа постоянно раскрыта книга судеб Божиих, и полномочия Христа как Мессии еще увеличатся с течением времени. Отец покажет, то есть даст власть Христу совершать такие дела, которые приведут иудеев в чрезвычайное удивление. Так что, точнее, чтобы вы удивились, этим указано на цель, какую имеет Бог, давая Христу власть, совершать новые, высшие дела. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Дела, которые должны привести в чрезвычайное удивление евреев, это воскрешение и оживление мертвых, которое будет совершаться Сыном так, как совершает Он и Отец. Отец воскрешает безотносительно ко времени, Он воскрешает и прежде, воскрешает и теперь, и будет воскрешать потом. Так же и Сын оживляет, кого хочет. Опять как и в первом предложении безотносительно ко времени, оживляет и будет оживлять. «Кого хочет». Это выражение прибавлено в виду того, что здесь говорится о воскрешении мертвых, которые своей воли не имеют, а подчиняются воле Сына. Некоторые толкователи, например, епископ Михаил, видят в этом прибавлении указание на то, что Господь пока говорит о воскрешении не в собственном смысле, а о духонравственном воскрешении живых людей через возрождение Христовой благодатью. Но с таким толкованием едва ли можно согласиться. Нужно не упускать из виду того обстоятельства, что воскрешение здесь ставится в зависимость только от воли Христа. А между тем, духовное возрождение не может состояться без согласия самого возрождаемого или без веры. Христос, конечно, всех хотел воскресить в духовном смысле, но сами люди часто сопротивлялись этому желанию Христа. Притом Христос говорит, что оживление мертвых относится к числу таких дел, какие Отец еще не показал Ему, а покажет со временем. Стих 20. Между тем, дела духовного оживления Христос совершал и прежде. Наконец, противники Христа не только не дивились таким делам Его, а напротив, видели в них дела обманщика или человека, стоявшего в зависимости от сил, враждебных Богу. Евангелие от Иоанна, глава 9, стих 16. Ввиду всего этого, под воскрешением и оживлением здесь следует понимать только воскрешение телесно мертвых, которое, как необыкновенное чудо, и должно было привести в чрезвычайное изумление врагов Христа. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну. Так как воскресение из мертвых и суд над человечеством были по понятиям иудеев тесно связаны между собой, то власть Сына воскрешать мертвых подтверждается здесь ссылкой на то, что Сыну принадлежит всякий суд, как единому судьи мира. Этим, однако, не отрицается, что Бог есть судья мира. Соответствующее выражению «всякий суд» греческая фраза означает не вообще судящую деятельность, которая принадлежит Богу, а суд в особенном смысле слова, именно последний, всеобщий суд, и при том весь, во всем объеме, в каком предназначено совершить его Мессии. Таким образом, Спаситель, воскреситель мертвых, явится и их судьей, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его. Но суд для Христа не был главным Его делом, а только сопровождающим Его спасительную деятельность. Поэтому, если здесь речь идет о почтении, которое люди должны иметь к Сыну, то это почтение должно основываться, конечно, прежде всего, на признании значения Сына как Спасителя всех людей. Сына люди должны чтить так, как они чтят Отца. Не только благочестивые люди, не знавшие, однако, доселе Сына, должны, узнав Его, перенести на Него то почитание, какое они доселе оказывали только Богу, но и неверующие во Христа иудеи, которые полагали, что, отрицая Сына, они воздают этим честь Богу, могут под влиянием чудес, совершаемых Христом, уверовать в Него, особенно когда увидят, как Сын воскрешает мертвых. Кто же будет упорно отказывать Сыну в подобающем Ему почтении, тот должен знать, что этим Он будет оскорблять и Отца, который послал Сына. Нельзя в одно и то же время быть и почитателем Бога, и врагом Христа. Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня, имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Воскрешение мертвых Христос отчасти совершает уже и теперь. Есть немало людей мертвых духовно. О них Христос и ранее говорил, что Он послан оживлять их. Теперь же Христос говорит, что они не только в переносном смысле мертвы, а на самом деле пребывают в состоянии смерти и только тогда могут восстать от этого смертного сна, когда уверуют во Христа, пойдут за Ним. Воскресение мертвых Христос Из области смерти человек таким образом переходит в область жизни, а в силу этого освобождается и от всякого суда, и от того суда, который навлекает на себя сам неверующий своим неверием, и от суда последнего, которому подвергнется все человечество по воскресении мертвых. Впрочем, освобождение от последнего суда нельзя понимать как совершенное освобождение от обязанности являться на последний страшный суд. Нет, все люди и верующие в том числе будут судимы, но для праведников, верующих во Христа, этот суд не будет иметь такого ужасающего значения, какое он будет иметь для неверующих. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok